Во вторник Минфин на аукционе продал аж 6,9 миллиарда гривен в ОВГЗ. Из них 3,7 миллиарда трех из шестилетних бумаг. О чем это говорит? Это говорит первое. О том, что нерезы снова заходят в ОВГЗ. Это первая позиция. Вторая позиция. Минфин чуть-чуть поднял ставку для того, чтобы этот тренд развернуть в другую сторону. Соответственно, сейчас максимальная ставка по ОВГЗ составляет 13 с копейками процентов годовых. А это в свою очередь значит, что тот процесс, который начался два месяца назад. Постепенного выхода нерезидентов. И они выходили в день где-то на 500-700 миллионов. Сейчас произойдет обратное движение. Соответственно, это значит, что 20-30 миллионов долларов США, которые попадали на внутренний валютный рынок, на покупку доллара, теперь превращаются в 20-30 миллионов плюса. Соответственно, баланс платежный в день меняется ровно в два раза, только в другую сторону. Соответственно, это еще один фактор, который будет давить гривну вниз. Вторая ситуация. Необычно высокий сезон по экспортерам. Много заходит денег от аграриев. Соответственно, это формирует валютный рынок. Валютный рынок сегодня таков, что физически продажи много. Беда немного. Когда беда немного, выходит нацбанк и говорит, куплю. Вот так и было, например, во вторник. То есть, вышел нацбанк, показал сотку. Физически ничего не купил. Но рынок эту сотку увидел по 26-51. Развернулся и пошел чуть-чуть вверх. Фактически, думаю, что в ближайшее время мы будем болтаться в диапазоне между 26-45-50 на 26-78. Почему такие параметры? Потому что 26-50 нацбанк не даст пробить вниз, потому что это ломает цифры по бюджету. Потому что есть экспортеры. Потому что это уменьшает средневзвешенную цифру по году, которая тоже заложена в бюджете. Короче, это не камильфо. И это, в принципе, ничего никому не дает, кроме того, что экспортеры начинают меньше зарабатывать. То есть, им это не нравится. Второе. Почему не выше 26-80-70? Потому что предпосылок к этому физически нет. Потому что нечем вот этот потолок пробивать. Многие скажут, а как же сейчас вот такая распиаренная тема, как газ? Дескать, газа у нас нет, и нам надо покупать газ, и надо покупать аж 2 миллиарда кубов, а цена на него аж 1000 евро за 1000 кубов и так далее. Это все квазиунофантазия. По газу развивается следующий спектакль. С одной стороны, участник этого спектакля – нафтогаз Украины. И всячески подогреваемая медиа среда на тему того, что цены на энергоносители высоки. В Китае энергетический кризис. В север Китая постоянно отключен. Веерные отключения. Потом, по-моему, Goldman Sachs или Reuters заявили о том, что энергетический кризис в Китае затронул 44% экономики Китая. И что чуть ли там не Tesla с Apple уже недополучают каких-то запчастей, поэтому там эти цифры на рынке упали. Это все фигня. Фигня собачья. Вы знаете, что я по касательной, когда это имеет значение, часто обращаюсь к теме криптовалюты. Но, наверное, эта тема, она интересна не только как то, что где-то, когда-то происходит. В принципе, эта тема интересна для каждого из вас. Но это вдвойне интересно, когда у тебя есть какая-то крипта. Поэтому причина номер один. Причина номер два. Currency.com это крутой пример, когда крутой продукт сделан на русскоязычном пространстве. Мало того, кроме того, он является единственным легализированным на 100% на всем русскоязычном пространстве. Соответственно, люди оттуда никогда не поедут в Украину, к сожалению. Соответственно, нужна крипта, крутой продукт. Теперь, пять преимуществ. Пять. Currency.com это всегда выгодные курсы и на покупку, и на продажу. Второе. Currency.com дает возможность купить всю основную крипту и сделать это легально. Третье. Там есть 2000 альтов, в которые вы можете попробовать инвестировать и, возможно, заработать денег. Четвертое. Currency.com имеет офигенно хорошую демо-версию, которая работает в режиме реального времени, так как основной аккаунт. Поэтому вы для новичков это супер-возможность взять и попробовать. И, наконец, пятое. Все время какие-то фишки, розыгрыши для тех, кто наиболее активен, какие-то подарки для тех, кто зашел, например, в ссылку в описании и взял, попробовал. Поэтому пробуйте, пробуйте, еще раз пробуйте. А себя пысы, пысы. Перед тем, как готовить эту информацию для вас, я пробил всю возможную подноготную на тему их репутации. Ни одного отрицательного отзыва. Ни одной проблемы. Это важно. Для меня это причина номер один, почему это можно делать. И это рядом. Это не какой-то бинанс, который находится очень далеко в Сингапуре с какими-то китайцами в учредителях. Здесь все понятно. Кто, как и почему. Переходим по ссылке в описании и пробуем пользоваться демо-версией. Заводим какой-то Fiat и что-то покупаем. Чтобы мы с вами разговаривали на одном языке. Действительно, греется медиасреда о том, что энергоносители будут подниматься. Действительно, в Европе ожидают уже этой зимой, этим отопительным сезоном, поднять энергоносители где-то процентов на 10, 20, 15. У нас действительно идет подогрев аудитории к тому, что будет подниматься цена на энергоносители. Физически на моменте ничего не поднимается. Идет только болтовня об этом. Первое. Второе. Есть постановка админа, которая обязывает нафтогаз продавать по 7700 за 1000 кубов. Это второе. Это, в принципе, там меньше 300 долларов. Третье. Есть атомная энергетика, которая генерирует дешевую электрическую энергию, которая, в принципе, у нас дешевле, чем во всей остальной Европе. И, в принципе, я так понимаю, что они там посчитали энергобаланс. И этой электрической энергии хватит для того, чтобы поставлять одну из самых дешевых электрических энергий в Европе. Напомню вам, что для жителей загородных это гривна 60 за киловатт. Соответственно, все это такой вот базар-вокзал, базар-вокзал. Разговоры об этом происходят. А физически ничего не происходит. Параллельно происходит в спектакле в этом. Пришел документ от нафтогаза на Кабмина о том, что, дескать, нам надо в этом году 123 миллиарда гривен. Первое, на что надо, это 2 миллиарда кубов газа купить на случай холодной зимы. Это такое, проложились на тему, если будут сильные морозы, что, типа, дескать, я вас предупреждал. Второе, нужно на компенсацию низкой цены на газ. Зная о том, что сейчас сидит миссия МВФ. И миссия МВФ принципиально против того, чтобы поднимали и финансировали из госбюджета низкую цену на газ. Просить об этом, это просто бред. Далее, там, какие-то планы, квазионы фантазии. И начнем вообще, в принципе, с того, что 123 миллиарда, это на минутку десятая часть нашего всего государственного бюджета. Ну, у меня только складывается. Либо это полное сумасшествие, либо это, так вот объяснялось, когда-то Наполеон сказал, Проси невозможного, получишь максимум. Либо третье, это просто имеет какой-то, вообще, третий характер. Вот, а-ля формат. Мы написали наши хотелки, вы их увидели, мы их официально презентовали. Это на случай, если не удастся пройти отопительный сезон на мизерах. То есть, напомню, что для мизеров у нас надо, там, типа, 17 миллиардов кубометров для населения. Это значит, что, а если не на мизерах, то нужно 19-20. Соответственно, для того, чтобы не на мизерах, то надо докупить еще чуть-чуть, да. Так вот, в случае, если станет это, на минуточку, это будет понятно только в конце января, на мизерах, либо не на мизерах. Тот факт того, что у нас начались холода на две недели раньше, чем нужно было, ну, такая вот осень. Но, с другой стороны, я, в принципе, слышал о том, что начало зимы будет суровое, а потом будет она мягкая. Соответственно, как бы, смысла в этом, кроме как проложиться перед, собственно, социумом и обществом на тему того, что мы просили, вы нам не дали. И если у нас что-то не получилось, мы же вас просили. И поэтому не мы виноваты, а Шмыгаль. Шмыгаль другого ничего дать не может, потому что сейчас работает миссия МВФ. Я напоминаю об этом. А МВФ, ну, вот радикально не готова финансировать подачки со стороны государства населению на дешевый газ. Соответственно, ответ понятен, вопрос риторический. Он сразу имеет отрицательный ответ. Соответственно, вроде как бред. Вопрос по поводу того, что риск того, что у нас возникнет потребность покупать валюту до конца года, и это повлияет на курс. Нифига. Первое. Есть инсайт из Нафтогаза о том, что они до конца года на межбанк выходить не будут, потому что им не надо, потому что у них есть валюта. Мы тут сидели, чесали репу между собой и, в принципе, пришли ко мнению о том, что, наверное, это остатки тех газпромовских денег, которые Нафтогаз отсудил еще в каком-то там позапрошлом году. В валюте, да. Другое дело, что им постоянно не хватает гривны. Соответственно, они иногда выходят на валютный рынок и продают, потому что им надо закрывать свои текущие обязательства. А может быть, они продавать не хотят, а хотят сидеть на позиции для того, чтобы не использовать эту валюту, для того, чтобы, ну, зачем платить два раза комиссию. Один раз при продаже, второй раз при покупке, хотя она и микроскопическая. Соответственно, все вышесказанное мне приводит в состояние, что это просто спектакль, который не имеет отношения к реальной жизни. То есть, по факту будет так. По факту мы будем заходить в зиму с теми запасами, которые есть, и про которые нам говорили, что они есть, и мы хватит. И вот недавно, опять же таки, вчера Шмыгаль опять сказал, что мы к отопительному сезону готовы. Это раз. Второе. Если там будет какой-то форс-мажор, будет слишком лютая зима, слишком большие морозы, и будет перерасход газа, угля или еще какой-то хрени, то, наверное, к концу января примут решение о том, что надо чего-то докупить, и тогда будем решать проблему по мере их поступления, как говорили в пословице. А может быть, просто возьмут и сделают карантин в школах, отключат все отопление во всех учебных заведениях. Собственно, и овцы целые, и волки сытые, а еще в догонку отправят весь бюджетный сектор, соответственно, уменьшат энергопотребление. Как будет на самом деле? Я думаю, что так, как я говорю. А как будет на самом деле, мы посмотрим. Мне, кстати, интересно, что вы думаете по этому поводу, потому что такой вопрос сильно дискуссионный. И сейчас эта энергетическая тема, она просто на хаях по всему медиапространству. Раз мы уже затронули Китай, то по Китаю интересная штука, что действительно на севере Китая происходят веерные отключения. Мы тут общались, опять же таки, что север Китая сильно завязан на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации. Соответственно, получается так, что вроде бы как логично понять, что если у нас создался дефицит углеводородного сырья на севере Китая, то, наверное, там в России прикрутили краник. В свою очередь, этот фактор немножко двинул цену на нефть еще вверх. И цена на нефть достигла максимума с осени 2018 года и уже 80 долларов за баррель. Ожидают, что к концу года будет 90 долларов за баррель. А что это значит? Это значит, что, наверное, у нас скоро 95-й бензин все-таки будет по 35 гривен на колонке, а не по 31-32, как это происходит сейчас. Соответственно, больше из этого ничего не следует. Сказать, что в Украине не хватает бензина? Нет, машин все больше. Сказать, что дорого? Да, дорого. А кому сейчас легко? Второй момент. Третий момент. Еще интересная штука произошла. В Китае происходит такой жесткий накат на криптовалюту. Постоянно происходят какие-то выбросы информационного поля. Дескать, то Центробанк Китая сказал, что это вот незаконно вообще. Потом запретили майнинг. Потом еще что-то. И это, в принципе, все ввяжется в единую канву с энергоснабжением. Потому что, напомню вам, что для майнинга основным источником энергии является, собственно, электроэнергия, которой не хватает. И, наверное, для того, чтобы ее сэкономить, надо, как минимум, запретить майнинг. Может быть, и нам стоит это сделать. Хотя, я думаю, что обратно, наоборот, надо майнинг поощрять, для того, чтобы распедаливать, собственно, внутренний рынок потребления электроэнергии. Вот это мое мнение. Кстати говоря, по поводу газотранспортной системы. Раз мы уже затронули вот эти вот постоянные новостные темы, могу сказать следующее. Что лично мое мнение, давно надо взять газотранспортную систему. Продать процентов 75 европейским инвесторам. И она будет работать нормально, как и раньше, для того, чтобы забирать на границе с Россией газ и поставлять его в Европейский Союз. А по дороге надо так договориться при продаже транспортной системы, чтобы часть газа мы могли отбирать себе по себестоимости. И при этом остаться в каком-то блокирующем пакете, типа процентов 25. Мне интересно, опять же, что думаете вы, потому что, честно говоря, еще в 2010 году, когда я разговаривал с Тимофеем Кауновым, который, кстати говоря, на канале набрал уже 100 тысяч просмотров. Это подкаст, который называется «Хто просрал газ Украины?» Так вот, когда мы еще с Тимофеем общались в 2010 году, он сразу мне тогда говорил, друзья, я сразу говорил, надо продавать газотранспортную систему. Нам никто ничего не должен. Надо, чтобы всем было интересно. Поэтому вот у нас создается, опять же-таки, в медиапространстве такое мнение о том, что Россия должна через нас транзитить, а если она транзитить через нас не будет, то она вот чуть ли нам не должна. Она ничего нам не должна. Она, наоборот, старается обойти нас как можно быстрее. Для того и вся эта история с Северным потоком развивается. А вот если вдоль взять немцев, то им будет лучше качать по своей газотранспортной системе, чем по российской. Это вам так, подсказка, да? Мало того, эта вся история в виде нафтогаза, это постоянно такая кормушка, в которой кормятся все. Туда очередь почему-то стоит для того, чтобы там работать. Это было исчадие коррупции с самого начала образования, со времен Игоря Бакая, который в свое время реализовал задумку Леонида Даниловича Кучмы. То есть вы помните, это пирамида в результате, в самом топе, в котором происходит чемоданчик с одним миллионом долларов вверху, который передавался раньше в администрацию президента. Сейчас вроде как ничего не передается, соответственно он где-то растворяется по дороге. Может быть надо как-то перестроить это корпоративное управление? Кстати, внутри нашей топливно-энергетической системы бытует мнение, что благодаря вот этим всем междусобойчикам между Коболевым и Витренко, который происходил последних три месяца. Вы помните, сначала одного убрали, там наблюдательный совет нарушил какие-то полномочия, потом его начали распускать. Потом МВФ сказал, что плохо, когда государство вмешивается в нафтогаз и так далее. Там все время какая-то вонь вокруг этого процесса стоит. Так вот эта вонь, она называется междусобойчик. Пока этот междусобойчик происходил, мы вот не докупили тех самых 2 миллиарда кубометров газа, которых вроде бы как нам не хватает для лютой зимы. И теперь оказывается, что каждый налогоплательщик в Украине должен заплатить ни много ни мало, там от 8 до 10 тысяч гривен за то, что эти два молодых человека не могли между собой разобраться. На предмет того, кто же будет возглавлять эту вот бедную несчастную организацию, нафтогаз Украины, которая постоянно фиксирует убытки и постоянно ей нужны деньги, несмотря ни на что. Мне интересно, что думаете вы. Как разворошить это осиное гнездо? Продолжается такое, скажем мягко-таки, косолапое продвижение в медиапространстве и стимулирование налоговой амнистии, которая, напомню вам, началась у нас с 1.09 нашего этого года. По статистике, за это время уплатили налога аж 1.5 миллиона гривен и задекларировали, что это там порядка 33-35 миллионов гривен доходов. Коню понятно, что это вообще ничего. И, соответственно, видимо, вот эти вот люди, которые там имеют соответствующий KPI на тему того, почему же у нас не происходит налоговая амнистия, решили таки привлечь маркетинговые мощные инструменты и решили, что они сейчас будут подогревать медиапространство такими вот вбросами. Вдруг налоговая полиция анонсировала неизвестного молодого человека, которого схватили на том, что он, дескать, отмыл 26 миллионов гривен, накупив какой-то недвижимости и каких-то транспортных средств, знаете, как самая распространенная формулировка, в неустановленном месте, с неустановленными людьми, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные личности. Так вот, вот эти все вот неустановленные, оказалось, вот они купили на 26 миллионов и сейчас, значит, EDRDR, криминальное проваджение, мы вот давайте, дескать, идите, мы вам разрешили сейчас декларировать. Скажу вам так, что саппорт у вас такой себе, мягко говоря, в банках, до сих пор не знают, как это делать, то есть, бэк-офиса у вас нету, так, декларирование каких-то, вы начните с главного, с разъяснительных работ о том, как это делать. Соберите банки, расскажите им, как делать, убедите нацбанк, что их не надо нагибать потом за это банки, комплайнс и так далее. То есть, вот с этого бы я начал, да. А вот эти вот горе промоутерские вещи, это там, честно говоря, даже смешно, даже не смешно, я вот так скажу, даже не смешно. И там вот такие потуги, какающие собаки, они сидят с этими, налоговая полиция и давай рассказывать, налоговая амнистия, давайте, приходите, делайте то, не знаю что, делайте так, не знаю как, и все за это делать, ничего не делать, просто забудьте об этом, забудьте. Первый вопрос, у нас в эту субботу мясо, единственный раз в октябре, поэтому, если кому надо, пишите, пожалуйста, в личку, пользуйтесь Telegram-ботом, заказывайте через сайт, пишите в Telegram, то есть, вот, просто акцентирую внимание, это будет Абердин и, наверное, будет две головы. Второе, у нас будет воскресный бег, он будет с фермы Анистрата в воскресенье в 10 часов, потом мы будем пить чай, и, наверное, это будет самое финальное наше выступление на ферме, на открытом воздухе, потом мы будем встречаться исключительно по всяких заведениях, потому что становится холодно, а через неделю я уезжаю на Чикагский марафон, соответственно, а потом буду на кемпе. К слову, по кемпу, мы закрываемся на днях, у нас осталось буквально два номера, поэтому все, что я могу сказать, перейти в ссылку и попробовать заполнить, может быть, вы еще успеете куда-то попасть. Тут еще задавали вопрос, сколько процентов возвращается. Скажу, что 30% людей, которые сегодня уже зарегистрированы, они физически, это камбэки, это повторные. Есть люди, которые приезжают к нам седьмой раз, есть, которые пятый, есть, которые второй. Но в целом для меня это показатель качества нашей работы. Мы действительно постоянно, вот прошло 10 кемп, мы все время делали работу над ошибками, мы все время думали, как сделать ее лучше, как ее сделать правильнее, как предусмотреть те вещи, которые у нас не получались до этого. И от этого родились и женщины, и дети, и детские тренера, и массажисты. И мы стараемся охватить буквально все по периметру для того, чтобы это было действительно прекрасно, чтобы у людей были квадратные глаза от счастья, от того, как они провели две недели. Ну и, конечно же, финалочкой будет Iron Man Billet. Я думаю, я думаю, что к тому времени, когда мы будем на кемпе, Украина уже будет в карантине, соответственно, это за собой влечет ряд обстоятельств и последствий. Первое последствие это то, что, в принципе, надо вырваться куда-то, пока мы на карантине. Пока мы не на карантине, это раз. Второе развеется, потому что, если впереди зима, у нас будет карантин, мы будем в собственном соку. Это два. Три. Имеет смысл продлить себе лето, потому что вот этих две недели, там еще полноценное лето с 25 днем и 19 вечером. Это три.